Ловко орудующий то обычным молотом, то пневматическим. Алексей Даньшин, хоть и молодой, но уже более чем опытный кузнец. «Я с детства расту в окружении железа», — говорит Алексей, у которого еще отец работал с молотом и наковальней. Настало время, он и сыну предложил взять в руки инструмент. «Лет десять он меня привел, дал молоток, говорит, попробуй сделать крючок, ну, дверной обычно. Я попробовал сделать, все с ними ничего не получилось. Как сказать, внутри-то я понимал, что это вроде как бы просто. А когда начинаешь делать, ну, руки, как говорится, не слушаются. Ну, а потом потихоньку начал обжигаться об профессию. Вот, а потом потихоньку-вотихоньку я подошел, начало как бы что-то происходить интересное. Ну, естественно, отец мне всегда подсказывал, как здесь лучше сделать, как здесь. Вот, я сейчас иногда ему звоню, говорю, пап, как вот сделать это. Вот он мне рассказывает, какие стали есть, да, там, какая закалка, как формы оправки делать, из чего. В итоге, хотя впоследствии Алексей и получил профессию повара, но семейные традиции оказались сильнее. Так что он уже давно на «ты» с кузнечным инструментом, в совершенстве зная предназначение каждого из этих молотов. Они имеют, в первую очередь, разный вес, вот, разную форму. Ну, допустим, вот этот молоток я использую там для изготовления листиков. Он имеет такой прямой болёк. Есть, как зубило использовать можно. Вот, этот молоток для прошивки металла используется. Вот, это ручник. Если не ошибаюсь, до двух килограмм называется ручник. Дальше уже идёт, как бы, кувалдом. Также Алексей со знанием дела рассказывает о кузнечных клещах. Несколько с сожалением отмечая, перед тем, как ковать и гнуть, практически весь инструментарий ему пришлось изготовить самому. В принципе, каждый кузнец изготавливает инструмент под себя, вот, ну, естественно, сам. Но ведь на дворе 21 века чего только не продаётся. Ну, вот, к большому сожалению, в нашей стране, в смысле, не в нашей стране, а наши отечественные производители не выпускают кузнечного инструмента. Хотя вот за рубежом, используя некоторых инструментов, в принципе, если нет лицензии, ты не имеешь права его делать. Почему? Потому что это может быть травмоопасно. Например, изготовить какую-то оправку для молота, да, и на ней работать, и во время работы она, скажем, разрушится, да, может повредить, ну, нанести, скажем, вред здоровью. Вот ведь парадокс работы кузнеца. При помощи, на первый взгляд, грубой физической силы, а также брутальных инструментов и приспособлений, наковальни, пневматического молота, можно изготовить, например, такие вот изящные листья. Про них и не сразу скажут, что они металлические. Эти листья, они уже изготавливаются при помощи, скажем, молота, при помощи оправок, наковальни. Ну, это из какого-то толстого куска металла? Нет, нет, это делается из квадрата, то есть он оттягивается. То есть он оттягивается. То есть он оттягивается когда-то толстого квадрата? Да, да, да. А вот это имитация жилок? Это используются на оправке, вот в данном случае. Эти сделаны самостоятельно? Да, ну вот, пробивается, потом уже потихоньку вытягиваются края листиков и получается вот такой. То есть это не резко, это именно вытягивание края листиков? Да, да, да. Применение газового горна или других достижений техники определяет разницу между современным кузнецом и его коллегами прошлых веков, говорит Алексей. Например, благодаря пневмому молоту ваку-вакузнецы могут управляться не кузнецы, а всего один кузнец. А применение сварки вообще стало одним из основных отличий старинной ковки от современной. К примеру, вот я покажу, допустим, вот деталь, она вот здесь сварена при помощи электросварки, да, вот. Это удешевляет? Ну, ускоряет процесс, да, и это влияет на себестоимость, вот. Поэтому люди вот прибегают, так сказать. А если бы сейчас на дворе был, скажем так, 15-й век, как бы это можно было бы сделать? Ну, есть вот такая ковка, но она, скажем, большая редкость, мало кто делает. А почему? Ну, из-за того, что очень, ну, в общем, с такого детали можно проработать два дня, вот, чтобы сделать такую деталь. Это долго? Да, это долго, и, ну, представьте, сколько будет стоить вот один такой элемент. А что здесь влияет на удорожание рафлот, и почему они стоят более сложные? Ну, допустим, вот именно этот элемент я изготавливал полностью вручную, то есть без молота, да, то есть без электросварки. То есть здесь использованы заклепки, обжимки. Все это вот на наковальне, молоток, зубило, и вот была изготовлена такая деталь. Вот, был у меня такой случай, приезжал австриец, вот, он посмотрел и сказал, что у нас, говорит, в Австрии очень мало людей, кто может позволить себе такую ковку. То есть это дорого? Ну, вообще это, я бы даже сказал, по сравнению с такой работой, это очень дорого. А в Ставину только так и делали? Да. Поэтому, ну, вы знаете, да, что то, что делали раньше, сейчас люди пытаются оценить и понимать, что это несоизмеримо. То есть какие раньше были вложения, да, там люди делали. Долго осваивали вот такие, скажем так, аутентичные, старинные методы работы? Ну, да, тут, опять же, тут, наверное, надо иметь, как бы, образ мышления, да, как это сделать, чтобы, опять же, была какая-то, ну, пластика, вот, соединения, чтобы были на своем месте. Допустим, если вот перенести сюда, она уже будет по-другому смотреться. Два элемента, да, здесь подразумевалось только заклепки, больше ничего. То есть дело специально так вот все выведено, вот, и вот можно посмотреть, какая разница. На этих деталях. Работ за плечами уже немало. От скамеечек до больших оград. И Алексей до сих пор помнит самую сложную на данный момент. Делали мы в коттедж декоративную перегородку. Почему там сложность была? Ну, там сложность то, что это нужно было соединить со стеклом. И там, да, были сложности. И, кстати, там было изготовление, вот, при помощи, как вот я показывал, классическим. Для того, чтобы вживую посмотреть на кузнеца в действии, мы попросили что-нибудь выковать прямо на наших глазах. Например, крюк. Алексей надевает рукавицы и, что называется, поехали. Берем пруд. Правильно, круг 10 миллиметров. То есть это обычный металл? Да. Вот. И помещаем. А это называется горн вообще или так? Да, это называется газовый горн, да. Сколько там температура? Ну, температуру можно догнать до 1200-1300 градусов. А сейчас сколько? Ну, сейчас где-то, может быть, в районе 1000. Ну, в общем, доходит до того, что плавится кирпич. То есть внутри. Естественно, это позволяет, даже иногда я пробую лить какие-то, ну, бронзу, медь. А сколько такой пруд надо держать? Ну, вот, видите, он уже, то есть, в принципе... Кондицию на глаз подсветит? Да, видно, да. Либо он может, в принципе, и сгореть. Газовый горн Алексей в шутку называет везувием. Видимо, помня, что именно в его жерле работал бог Гефест. Покровитель кузнечного дела. Да и жарко рядом с горном, как на вулкане. То есть сейчас вот ключик, да, его? Да, я как бы формирую кончик крючка. Делаю его острым. И чтобы это был именно фрюк? Да. Ну, вот металл сейчас остывает. Как бы с холодным металлом работать нежелательно, но и тяжело. То есть, чтобы во время тремя его подогревать? Да, его нужно подогревать. И поэтому некоторые работы, вот, и когда работаешь, там, скажем, с большими деталями, вот, они требуют, ну, очень многого количества... Подхода к горну. Да, да, подхода к горну, да. Крючки бывают острые, ну, кончик острый, но когда его устанавливают, вы, наверное, видели, он протирает под собой такое-то. Верно, я понимаю, что тут надо не просто стучать по нему, а при этом, чтобы крючок выходил ровно. Да, ну, скажем, есть, как вот, пластику, соответственно, большую пластику. Она, ну, как много работ, да, они все трудоемкие, да, много бывает деталей, но, так сказать, не всегда можно попасть вот в какую-то гармонию, да. Далее в дело вступает одно из тех приспособлений, что Алексей изготовил самостоятельно. Это оправка, кондуктор можно назвать. То есть при помощи таких приспособлений они облегчают работу. А вы это сами изготавливаете? Да, конечно, все приспособления, ну, кузнец изготавливает сам себе, то есть под свою руку. Как ему удобно. Да, как ему удобно, как говорится, под себя. Ну, вот. И вот сейчас, вот, видите, уже вырисовывается какой-то характер, да, можно, так сказать. Ну, будем еще греть, будем делать. Труд кузнеца сочетает две из трех вещей, за которыми, как считается, можно наблюдать вечно. Огонь и то, как кто-то работает. А что мы сейчас будем делать? Она называется торсировка, то есть скручивание металла. То есть оконченном разводленном ключе? Ну, в данном случае, да. А так делаются тоже специальные оправки, приспособления. Сейчас мы уже будем придавать такой некий характер. Так, Алексей, что крюк готов? Нет, еще осталось последний элемент, это кольцо, за что мы будем наш крюк цеплять. Ну вот, уже подходит к завершению изготовления нашего крючка. Сейчас я его почищу. Уже сказать, что он готов. В старину кузнец, особенно в деревнях, был, что называется, и царь, и бог. Он мог и топор выковать, и колесо у телеги отремонтировать, и зуб вырвать. Сейчас такой универсализм трудно встретить. Вообще, ну, можно кузнецов отнести к сельским. Это которые, вот, могут, как говорится, лошадь подковать, да, и зуб выдернуть, и там... И их изготовить. Да. Гвоздь. Гвоздь. А есть кузнецы, это те, кто вот сейчас в городе, да, которые занимаются именно декоративным, то есть, делают художественную ковшку, вот. Это, конечно, разные работы абсолютно, вот. Но, как говорится, и те, и те кузнецы, ну, являются кузнецами, да, то есть... Ну, а вот, к примеру, если вам дадут кусок металла, гвоздь, можете изготовить? Да, конечно. В общем, такая вот старинная профессия, обладатели которой они редкие по нынешним временам представители морского пола. Причем вдвойне. Могут не только в стену гвоздь забить, но и выковать его сначала.